Эти кадры мы сняли недалеко от поселка Образцово. Берег Клязьмы, у самой кромки воды куча снятого старого асфальта и бордюрного камня. И КАМАЗ с поднятым кузовом. Грузовик застегнут, что называется, на месте преступления. Поймать нарушителя за руку удалось сотрудникам отдела экологии администрации городского округа Щелково. Поступила информация от администрации о том, что вблизи реки сбрасываются отходы. По приезду на место администрация уже к нарушителю применила минимальные меры, то есть не дала выехать с места нарушения. И установлено, что данный нарушитель сбрасывал строительные отходы прямо в реку, в границы водоохранной зоны и, соответственно, нарушил правила обращения с отходами. Кроме представителей госадмитетнадзора, на место выехали сотрудники полиции и ГИБДД. Установить, откуда в Образцову привозят строительные отходы, без труда удалось по их составу. Собственник КАМАЗа в настоящее время установлен, это является физическое лицо, но, как установлено далее, физическое лицо работало на подряде у организации, осуществляющей свои работы по ремонту тротуаров на областных дорогах. С мая этого года Государственный административно-технический надзор наделен полномочиями по экологическому надзору в сфере обращения с отходами. По словам начальника территориального отдела номер 9, к нарушителю будут предъявлены санкции в рамках и областного, и федерального законодательства. По закону Московской области о благоустройстве нарушено несколько требований, в том числе повреждение зеленых насаждений, создание условий для того, чтобы зеленые насаждения прекратили свой рост и, соответственно, проведение земельных работ без соответствующих документов. Пока в отношении нарушителя проводится административное расследование. Но тяжесть содеянного может привести и к уголовному преследованию. Слишком дерзко он действовал. Сваливал строительный мусор прямо на берегу реки, в черте населенного пункта рядом с дорогой, да еще и средь бела дня. И делал это далеко не единожды. Выявлено порядка 20 камазов с мусором сброшенных, ну то есть уже после совершения действия. То есть 20 навалов строительного мусора. Сотрудники Госадмтехнадзора призывают жителей не быть равнодушными. При обнаружении подобных случаев нарушения экологического законодательства, сброса мусора в непредназначенных для этого местах, фотографировать автомобили с госномерами и сообщать в отдел ГАДН и отдел экологии. Ирина Микеда, Игорь Поляков, Щелковское телевидение.